Здравствуйте, дорогие гости! Спасибо, что сегодня собрались в Музее Москвы на запуске нашего цикла совместного с Urban Group «Культура потребления. Город для жизни». Вообще август такой непростой месяц, и мы, конечно, шли на риск, запуская этот цикл, потому что все обычно находятся в отпусках, в отъездах, но внезапным образом, задумав этот цикл про то, каким должен быть город для жизни, какие принципы сегодня важны для москвичей, мы как-то внезапно попали в самые острые, наверное, тренды, которые вокруг Москвы начали происходить. Дискуссии насчет эстетики, насчет быта, дискуссии насчет свободного времени, выхода в город. И как раз в рамках нашего цикла мы будем это обсуждать. Сегодня мы как раз говорим о том, на что равняется московский быт. Следующая дискуссия у нас будет посвящена свободному времени, куда оно девается в Москве, и как оно расходуется, и как делать его интересным, какие существуют тенденции в этой области. И дальше мы будем говорить о тренде бег, не только бег в качестве физической активности, но и московском ритме, который мы, я думаю, что все замечаем. Поговорим о том, как подружиться с соседями. И последняя наша тема – это будет экология, тема, которая для Москвы, мне кажется, всегда актуальна. Наверное, я уже передам слово сегодняшнему модератору Кириллу Мартынову, который проводит с нами целых три дискуссии. Вы будете его видеть регулярно, можно на него ориентироваться. И Кирилл уже представит всех наших спикеров. Спасибо. Почти все, что нужно было сказать, уже, в общем-то, сказано. Да, значит, вот действительно мы встречаемся теперь шагом в одну неделю, обсуждаем особенности московской культуры потребления, московского стиля жизни. И в нашей первой дискуссии участвует Антон Размахнин, историк и фольклорист, которому мы попросим, значит, какую-то первую речь сегодня произнести, Мария Перевозчикова, которая представляет проект «Дом Лента.ру», и Леонард Блинов, заместитель генерального директора «Урбан Групп», совместно с которым мы и с музеем Москвы мы делаем наше сегодняшнее мероприятие. Я, наверное, несколько слов скажу, от чего здесь стоит отталкиваться, прежде чем передать, на мой взгляд, от чего стоит отталкиваться, прежде чем передать слово Антону и остальным нашим спикерам. Ну, понятно, что есть очевидный информационный повод, который как-то так остро и неожиданно о себе заявил. Мы, когда этот цикл бесед планировали, мы о нем специально не думали, но вот он, значит, появился и нам в каком-то смысле слова, нам помог. Это, конечно, история великого конфликта патриарших прудов и воображаемого Бирюлёва. За этим конфликтом, про него довольно много всего написано, за этим конфликтом стоит, на самом деле, серьезная вещь. Вот Москва выглядит, как для остальной России, Москва выглядит, как город, где жизнь прекрасна, где есть работа, где есть хорошие рестораны, где можно, значит, провести время, куда можно переехать и убежать от какой-то той жизни, которая вам надоела, если вы живете в маленьком городе. Для многих, для самих москвичей, для многих это совсем не так. И Москва выглядит, как место, где можно работать, но где вряд ли удобно, не знаю, создавать семью или строить какие-то долгосрочные планы на будущее. То есть вот Москва, как город для жизни, он находится под вопросом, потому что здесь Москва перенаселена, в Москве проблемы с транспортом, с экологией не все в порядке, ну и так далее. Вы сами все это прекрасно знаете. И на это вот такой более-менее парадоксальной ситуации накладывается еще некоторая история о том, как город меняется. Меняется он в основном в результате каких-то усилий, которые спускаются к городу сверху в готовом виде со стороны мэрии. Не все формы или там векторы этих изменений не всем нравятся, но тем не менее мы имеем сегодня, в 2016 году, мы имеем совсем не ту Москву, которая была там, не знаю, 6-5 лет назад. И вопрос, конечно, заключается в том, как это все совместить и какой вообще такой вот желанный образ, хороший, красивый, может быть, не знаю, можно сказать, сладкой жизни в Москве. Вот эту тему мы можем сегодня обсудить. И я попрошу, прежде чем мы обсудим какие-то более такие фундаментальные, важные вещи для каждого из участников, я попрошу вначале оценить каким-то образом историю с патриаршами, потому что, мне кажется, она достаточно показательна. Здесь на патриаршах столкнулись, собственно, две картины красивой жизни. Первая картина красивой жизни касается условных выходцев из Бирюлева, такой отдаленный, значит, далекий, малоизвестный район. Для них красивая жизнь – это возможность работать на какой-то условно-престижной работе в Москве и вести вот этот вот красивый образ жизни, выпить в баре, потусоваться с какими-то модными, приятными людьми, вот пошуметь в центре города поздно вечером. Другой образ красивой жизни, он, значит, представлен вот этими жителями патриарши, которым это всё категорически не нравится, и которые считают, что их интересы, как именно местных жителей, должны быть соблюдены в первую очередь. Вот здесь наметился конфликт, за ним стоят достаточно любопытные, по-моему, социальные и экономические факторы. Давайте попробуем высказаться об этом. Да, я ещё скажу про формат нашей беседы. Мы по 10 минут каждый из нас, по 10-15 минут максимум из нас каждый будет говорить, и потом мы перейдём к каким-то репликам и вопросам. И думаю, что поскольку у нас такой формат семинара, то не только могут быть реплики и вопросы из аудитории спикера, но и спикеры могут задавать друг другу вопросы, и это будет разумно и правильно. Антон, пожалуйста, вам слово. Там, может быть, его включить надо. Ещё раз всем добрый вечер. Знаете, если говорить о ситуации с условными патриаршами и условным Бирюлёвым, мне кажется, что эту ситуацию все, кто читает соцсети, уже сто раз обсудили. Из всех реплик, которые я читал, наверное, их было много десятков, самым, пожалуй, самым любопытным мне показались воспоминания людей, которые жили на тех же самых патриарших, но лет 20-30, которые там росли. Какой элитный район? Вы что? Там были коммуналки, шпана и гопота, говорили эти люди, которым, собственно говоря, я склонен поверить, потому что большинство центральных районов в советские времена, в общем, ещё не такие далёкие, были именно очень разношёрстными по своему социальному составу и ни о каком цензе на право гулять, за исключением такого насильственного гопнического, так сказать, ценза, не гуляя в моём районе, потому что набью морду, в общем-то, не было. Если задаться целью, можно найти воспоминания жителей сверхэлитной, так называемой, золотой мили, остоженки-перечистенки о том, как всякое бывало, и всякие люди там жили, и всякие коммуналки находились. Замоскворечье ещё совсем недавно тоже было весьма и весьма таким разным по степени безопасности, по степени буржуазности районам. То есть, собственно говоря, ну, действительно, это ситуация показательная. Показательная сразу по нескольким процессам, которые происходят. Ну вот, эти процессы, в принципе, очевидны. То есть, во-первых, процесс тихого, но упорного расслоения городских районов по социальному и по материальному признаку. На него накладывается второй процесс. Попытка сейчас городских властей сделать город именно таким вот уравненным, по крайней мере, городской центр, уравненной площадью для вот того самого городского театра, о котором говорил Григорий Ревзин, обосновывая критерии программы «Моя улица», о которой, собственно, идёт речь. Это второй процесс, который здесь существует. Ну и, наконец, сам прогресс видов развлечений, скажем так, то есть от образа города, который никогда не спит, а в любое время дня и ночи выпивает и развлекается, к городу, где живут тихо и буржуазно и занимаются спортом. Вот это третий как бы такой, третий вектор. Но, честно сказать, может быть, просто, если мы будем дальше говорить, будет яснее, что касается именно ситуации с патриарши и прудами, но мне больше об этом сказать нечего. А сказать я хотел о том, что во времени и в пространстве московский быт всегда был поиском стабильности и всегда был при этом каким-то… всегда этот поиск стабильности был безуспешным в известной степени. И если пытаться выделить какой-то вневременной такой инвариант, что такое идеальный московский быт, пожалуй, можно сказать, что Москва, идеальная Москва, Москва из мечтаний москвича практически всех времен, это набор таких районов-убежищ, районов-убежищ, в которых жизнь течет по каким-то своим законам и не подчиняется общим векторам, общим тенденциям, которые задает власть. Так было приблизительно во все времена. Дело в том, что специфика Москвы, и тут я, собственно говоря, добавлю, я, собственно говоря, не только фольклорист, но прежде всего я газетчик и много времени работал именно в городских газетах, в том числе в отделах писем, поэтому вот жалобы и нарекания и слова, которые, можно сказать, целые последние слова, пожалуй, которыми москвичи критикуют власть, они всегда были об одном и том же. Нас не спросили, но и вот на нашу улицу пришло что-то. Не важно что, главное, что нас об этом не спросили. И нам приходится из-за этого нового перестраивать наши повседневные практики. и тут можно, заглядывая в историю, сказать, что так было действительно всегда. И тогда, когда, например, Иван Грозный в 16 веке после знаменитого разрушительнейшего пожара 1547 года издал указ о том, чтобы больше не застраивать главную торговую площадь и очистить ее от всех построек, нынешняя Красная площадь в своих границах возникла именно тогда. На ней, собственно, во все последующие века стояли только временные постройки. Исключением стал храм Покрова на Ру, который Василий Балашинный. Потом, в 17-18 веках, в общем, продолжалось то же самое. Туда, куда падало Око Государева, ради государственных соображений в этих местах стихийно складывающаяся жизнь нарушалась и возникала некая структура, которая была нужна государству. Весь город, то есть, случай, когда весь город строится именно вот так по государевой воле, мы знаем, это Санкт-Петербург. Москва же была городом, где стихийная застройка, стихийная жизнь, стихийный быт всегда сопротивляется. То есть, до конца 18 века, об этом пишут практически все исследователи, в Москве держались такие, вот в барской Москве держались такие почти старозаветные, почти допетровские порядки. и вот сама планировочная структура с огромными барскими садами, с такой практически деревенской застройкой держалась до самого пожара 1812 года, после которой, опять-таки, уже регулярным образом и по регулярным типовым проектам во многом Москва начала застраиваться снова. То есть, то же самое всем известная борьба старых районов, безнадежная борьба, конечно, с генеральными планами разных времен, начиная с 1935 года, потом Калининский проспект и далее, до нынешних времен, до Москвы-Сити, до точечной застройки, до нынешней поквартальной реконструкции. Собственно говоря, на протяжении всей истории Москвы вот есть этот нерв борьбы, столкновения стихийного, сложившегося, столкновения такой вот цивилизации медвежьих углов, куда не достало еще благоустройства, реконструкции, генплан, что угодно, куда не достигло око государственное и, собственно, регулярности. Вот мне кажется, что вся история московского быта, если ее обобщать, она примерно про это. Что касается идеала, то с одной стороны для москвичей, вот исходя из вышеизложенного, идеалом, конечно, можно назвать, вот были бы такие гоголи, чтобы нас не трогали, то, что это, собственно, штука совершенно не уникальная для Москвы, это такое сопротивление встречается везде, в общем-то, где какая-то большая масштабная инициатива, генплан надвигается на стихийно сложившиеся структуры, но, пожалуй, именно в Москве это такая наиболее живучая, наиболее партизанская вещь, это, если говорить о том, что, собственно говоря, чего хочет обобщенный москвич, но обобщенный москвич это москвич сферический и в вакууме, потому, потому что москвичи разных социальных страт, разумеется, хотят совершенно разного и разных времен тоже, то есть с одной стороны тут тоже можно измерять очень разными критериями, просто сейчас попытаемся просто слегка разметить поле, с одной стороны вот есть ось координат на одном конце, все свое ношу с собой, то есть в идеале люди, например, то есть вот это идеал замкнутой семьи с замкнутым двором, с амбаром, гаражом и всеми служебными постройками, то есть понятно, что в городе этот идеал не осуществим, но тем не менее к нему очень большая часть москвичей стремится, это вот то, что мы называем советскими традициями, многие выводят это из неизжитого деревенского быта, но тем не менее это огородики, это во многих еще кое-где, во многих бараках раньше так было, а сейчас еще даже кое-где сохранились сараи во дворах, но это правда уже сейчас экзотика, но совсем, но еще пару десятилетий назад такое было, гаражная цивилизация это собственно говоря по этой же части артефакт такого же подхода, и на другом конце этой оси координат это голый человек на голой земле можно сказать, но на голой земле оборудованной всевозможными сервисами, то есть это человек, который арендует все от автомобиля средства передвижения до например там вместо собственноручных домашних заготовок и домашнего хозяйства это обед в общепите, то есть вот между таким куркулем оснащенным полностью собственным хозяйством и новым человеком, который живет как бы в мире облачных сервисов и все арендует существует первая ось координат вторая ось координат существует между человеком предпочитающим все здоровое и человеком любящим и человеком скажем так гидонистическим в старом понимании этого слова который за опасные удовольствия скажем так пусть даже и в рамках закона это вторая опять-таки ось координат третья это соответственно отношение к то есть это человек производящий или человек потребляющий опять-таки человек производящий будет требует одних сервисов для себя и одних удобств человек только потребляющий требует для себя совершенно другого набора сервисов и удобств уже третья и так далее в общем ось и координат для конкретных для конкретного случая для каждого конкретного района я бы даже сказал или квартала и или для каждого конкретного коллектива людей а может быть и для каждого индивидуального москвича можно выбирать и собственно говоря задачей наверное если если так душеполезно говорить о о том каким быть московскому быту возможно короткий ответ пожалуй что был бы только один разнообразным и адаптируемым что касается более конкретных ответов то здесь их конечно нужно находить применительно к конкретной целевой аудитории и поэтому мой ответ на вопрос каким должен был бы быть московский быт и вообще дизайн города максимально адаптируемым под всех включая сюда и тех самых ненавидимых современными исследователями и урбанистами куркулеи которые хотят всего своего а также поклонников опасных удовольствий в общем действительно город должен быть для всех в том числе и для и для тех кто не моден в наше время пожалуй спасибо антон но я бы так резюмировал вашу первую половину вашей речи о том что в москве всегда сносили ларьки значит а счастье заключалось в том чтобы осталось чтобы все оставить как есть это очень очень такая вдохновляющая конструкция если совсем если свести в одну короткую фразу то пожалуй да но мы к этому вернемся у меня накопились вопросы к вам но сначала давайте заслушаем остальных участников Мария Перевозчикова у меня тоже Мария к вам вопрос что вы думаете про патриарши а во вторых расскажите нам про то как рынок себе представляет красивую жизнь в москве рынок недвижимости очевидно тенденции какие то может быть добрый вечер всем если говорить по поводу патриарших я вот согласна с Антоном о том что что-то идеальное это разнообразие и конечно люди которые живут на патриарших и хотят спокойно жить в тишине это им естественно мешает все люди которые туда приходят развлекаться они понятное дело довольны тем что они развлекаются но если вставать на сторону людей которые там живут естественно они со своей точки зрения правы поэтому если действительно все эти заведения настолько мешают то возможно было бы хорошо их оттуда вынести в какие то места где люди не живут например в арт кластеры какие то достаточно модные места тот же Красный Октябрь там есть достаточно много мест где можно устраивать все эти развлечения по поводу людей которые там живут опять же почему элитный как Антон сначала сказал не всегда исторически центр Москвы был элитным потом со временем сейчас в наше время он стал таким дорогим недвижимость самая дорогая продается в центре Москвы но при этом в последнее время если говорить про тенденции очень дорогие элитные жилые комплексы они появляются не только в центре где вот так вот шумно и та же экология кстати говоря она там не самая лучшая это не лучшая идея жить в самом центре Москвы так вот появляются жилые комплексы и в более отдаленных районах и даже за Москвой уже где вполне высокого уровня дома оснащенные всем необходимым со всем что нужно вот этим богатым представителям нашего общества таким образом можно сказать что действительно Москва разнообразная и каждый может найти для себя то место где ему будет комфортно и уютно жить поэтому этот конфликт если совсем невыносимо там жить то можно переехать действительно дорогое и приятное при этом место где будет тихо и за Москвой хорошо на этом заработали между прочим да кстати потом да на тех же патриарших может поселиться какой-то там человек которому наоборот будет хорошо и классно жить вот в этом во всем безумии и участвовать даже в этом и кому это не будет мешать семейным людям которым нужна тишина но они могут выбрать другое место для жизни это одна из тенденций кстати что такие дорогие жилые комплексы они появляются и за пределами центра и там даже лучше во многих планах по поводу экологии можно сказать я тогда уже перехожу к тенденциям какие есть вообще сейчас на рынке и вообще в жизни людей поскольку в последние годы очень сильно у нас начал развиваться такой некий западный тренд на экологичный образ жизни на здоровый образ жизни очень многие люди стараются думать о своем здоровье заниматься спортом питаются здоровой пищей и в связи с этим многие покупатели жилья как рассказывают и застройщики и риэлторы сейчас уделяют гораздо больше внимания окружению дома где находится дом в котором они хотят купить себе квартиру это имеется ввиду и лесная зеленая зона и инфраструктура насколько там развиты парки можно ли там заниматься спортом часто спрашивают о том есть ли там поблизости например какой-то водоем или парк в котором можно заниматься бегом то же самое переходит и в саму квартиру многие люди пытаются себе сделать такой ремонт который будет тоже отвечать экологическим принципам для этого уже существует множество отделочных материалов экологичных мебель экологичная даже сами строители делают свои дома пытаются стараются их делать более экологичными это один из трендов действительно и дизайнеры подтверждают это что многие причем поскольку пока все-таки полностью экологичные материалы стоят дороже больше именно богатые люди интересуются именно экологичным ремонтом экологичной мебелью многие люди переходят к какому-то минимализму в своих квартирах более открытым пространством к больше естественности то есть гораздо меньше вычурности сейчас есть это все тоже можно связать с этой экологией и с таким отношением здоровым к жизни и опять же все это приводит к большей практичности то есть например когда у нас развалился Советский Союз многие люди начали зарабатывать большие деньги и пытались это показывать всему миру они покупали все гигантские дома площадь которых доходила там даже до полутора тысяч квадратных метров это если загородные выстраивались все огромные квартиры то есть это было модно практически замки устраивали там совершенно безумные какие-то роскошные ремонты сейчас все это уже уходит на второй план страсть гигантомании у наших богатых людей практически уже пропала люди стали более практичными они поняли что переплачивать очень много денег за неиспользуемые площади в которых они по сути не живут им уже не выгодно соответственно квартиры стали меньше те же дома которые раньше бывали и по тысяче квадратных метров по полторы тысячи квадратных метров сейчас уже 300-600 это норма для очень богатых людей практичность и экономия также выражаются и в отношении к отделке сейчас стало гораздо больше жилых комплексов которые сдаются сразу с отделкой и в том числе и элитных раньше такого не было теперь уже начали появляться такие жилые комплексы собственно спасибо мария у меня тоже к вам накопилось некоторое количество вопросов но я задам их потом и давайте сначала заслушаем Леонардо Блинова который нам расскажет о том что по поводу красоты делает урбан групп добрый вечер ну про патриарши наверное уже все сказали и я соответственно расскажу тогда соответственно о нашем опыте который в общем-то мы стараемся избежать от возможных ошибок которые в общем-то и кто-то допускает где-то соответственно среда сложилась таким образом что соответственно происходит наслоение пересечения о котором сейчас долго говорили и очень много сказано было прежде всего я хотел поддержать тезис Антона о том что сейчас достаточно важно разнообразие поэтому в общем-то при создании наших городов для жизни а именно так расшифровывается наш бренд мы исходим из принципа разнообразия так как мы занимаемся комплексным освоением территории и обычный масштаб нашего проекта сейчас это где-то 250 тысяч квадратных метров это участок 20-30 гектар то наша задача создать на этой территории соответственно по сути некую часть полноценного города чтобы совершенно не было сходства с этими обыденными всеми доевшими спальними районами поэтому вот наши города для жизни они должны восприниматься человеку соответственно как полноценно сформировавшийся город даже в разные времена вот ну первое достаточно важное это понятно что такие у нас проекты размещаются обычно с хорошей транспортной доступностью около 50% покупателей у нас москвичи о чем говорили что многие сейчас жители предпочитают жить за городом почему потому что мы к примеру выбираем в основном земельные участки в очень хороших экологичных местах и рядом обычно часто бывают естественные водоем либо искусственные водоемы лес чего соответственно в Москве не встретишь чтобы соответственно у тебя там за окном пели птицы можно было утром пойти на пробежку в лес либо на велосипеде проехаться или позагорать у озера это достаточно сложно в Москве реализовать естественно частота воздуха тоже другая поэтому экологичность и образ жизни для нас достаточно важный момент составляющий городок для жизни и к примеру у нас проект Митинова 2 это вообще у нас город-курорт мы планируем создать там искусственное озеро размером до 2 гектар и снабдить в общем-то его окружение курортной инфраструктурой потому что там потрясающий прекрасный лес есть и добавив туда водоем и соответственно определенные услуги мы соответственно создадим потрясающий регреационный потенциал этого места соответственно где человек может соответственно не только жить но и полноценно отдыхать и восстанавливаться следующий очень важный наш принцип это разнообразие в архитектуре у нас опять-таки уже тоже говорил коллега экологичное классическое монолитно-кирпичное строительство у нас новомодных вентилированных фасадов у нас все из натуральных материалов и то, что у нас монолитное демостроение позволяет делать каждый фасад неповторимый и кроме того наш архитектор достаточно талантный Максим Борисович отаялся он делает генплан таким образом что из каждого точки регулярно сбитые кварталы сетка улиц не только в фасадах но в самом генплане он уходит от однообразия и с каждой новой точки открывается необычный интересный ракурс либо там через арки в домах просматривается интересная горизонталь либо какие-то малоархитектурные формы допустим город-напережье куда любой из вас может приехать это потрясающая сеть созданных искусственных каналов которая является и экологической составляющей потому что это вода а вода исследователи провели исследование и пришли к выводу что она и повышает настроение и увеличивает продолжительность жизни даже такая гипотеза есть в общем-то поэтому вот сбитая сетка квартала нерегулярно и разнообразие фасадов причем на разный вкус хотя мы в основном работаем в неоклассике но тем не менее более насыщенные более лаконичные фасады это уже создает полноценное разнообразие архитектурное город эстетическое следующая достаточно важная характеристика это правильное планирование коммерческой инфраструктуры соответственно к примеру если речь идет в какой-то там людном супермаркете там большие потоки мы обычно размещаем их в паркингах на первых этажах мы размещаем обычно небольшие какие-то магазинчики и соответственно шаговой доступности понятно что нам проще в новом строительстве в жилых домах вообще нельзя размещать сложно разместить там рестораны какие-то шумные заведения это в общем-то уже сейчас запрещено в общем-то и в Москве это в общем-то те кто когда-то купил помещение используют их в общем-то по назначению поэтому эти проверки пошли с точки зрения проверить правильность получения лицензии сертификата к примеру если вы знаете если рядом находится детское дошкольное учреждение или поликлиника там вообще запрещено торговля алкоголем более того в жилой застройке вообще нельзя работать соответственно более позднее 11 часов и совершенно правильно в данном случае требования жителей патриарших а не круглосуточная тусовка вот где коллега совершенно правильно сказала что такие вот вещи тусовочные они на западе решаются созданием специальных районов куда можно приехать и потусоваться где в общем-то практически нет жилья если жилье есть там живут те которым в общем-то нравится такая атмосфера вот поэтому соответственно и опять-таки чем нам проще конечно покупая квартиру человек сразу может оценить к примеру если он хочет тишину и уединение может купить квартиру с выходом с окнами на лес или в тихий двор а во дворе у нас никакой коммерции нет и вообще нет транспорта у нас дворы свободны полностью от машин только спецтехника может заехать поэтому он получает уединение тишину тем не менее достаточно развитую социальную и коммерческую инфраструктуру в одном из наших проектов потенциально который мы планируем запустить в ближайшее время мы вообще предусматриваем локализацию коммерческой деятельности вдоль торговой улицы там будет 80% всей коммерческой активности поэтому есть понимание что это как бы тусовочное место и там будут жить лишь те которым нравится вот быть в гуще событий а будет допустим вообще отдельный квартал например мы знаем семей с большими дворами зелеными территориями парками благоустроенными площадками причем ряд площадок будет вообще вынесено к лесу вот это там и площадки для выгула собак и спортивные площадки и площадки для общественного спорта и мы даже на самом деле заботимся при благоустройстве и общественных цивилизмиках и огородах действительно правильно говорю что какой-то деревенский быт живет в генах в крови и люди хотят что-то свое поэтому мы даже будем предоставлять общественную землю для того чтобы человек мог получить себе грядку и сажать там и быть гордым что он соответственно получает удовольствие от общения с земли и наличия собственного цветника или огорода следующий достаточно важный момент то что мы миксуем в наших жилых комплексах живой недвижимость разных классов от соответственно классика до нью-бизнеса поэтому опять-таки покупатель на разный кошелек может быть соответственно приобрести спокойно квартиру и это создает разнообразие социальной среды что тоже опять-таки плюс любое разнообразие но порождает активный интерес стероскопическое восприятие жизненной территории следующий момент сейчас в части организации быта очень стали популярны квартиры редких форматов мы были одни из первых например кто начал редкие форматы в доступном жилье предлагать это двух уровней квартиры у нас были в городе набережные которые превзошли наши ожидания по продажам сейчас около 40% редких форматов раньше это была в общем-то недвижимость которая принадлежала сегменту элит и премиум но в общем-то очень достаточно много желающих есть которые хотели бы реализовать эту мечту в бюджете доступной покупки мы даже когда проводили изучение спроса в интернете мы даже удивились как мало запросов на допустим лофты или квартиры с террасами в комфортном жиле человек даже не думал что это можно позволить достаточно разумные деньги приобрести поэтому во многом мы создаем соответственно спрос и часть людей которые приходят на строительную площадку видят возможность самовыражения они дают предпочтение в пользу необычной квартиры например в Митин-2 это квартиры с террасами на первых этажах это вообще в общем-то наличие практически полностью собственного рода цветника да вот есть квартиры есть квартиры с отдельным входом есть квартиры с террасами есть квартиры с панорамным остеклением даже хит-продаж это окно в ванной комнате которое достаточно редко распространено тем не менее особенно среди покупателей это женщины которые ценят наличие свежего воздуха света и так далее и конечно же в основном покупатели редких форматов это молодые люди до 35 лет основные покупатели которые в общем-то новое поколение которое знает новое качество жилья оно им есть путешествует и может оценить соответственно и уже применить к себе вот эти вот соответственно решения также поддержу коллегу что есть спрос на квартиры с отделкой поэтому у нас есть помимо нужного отделка просто продаем отдельно мы сейчас ввели продукт соответственно с отделкой это в классическом доме это смарт и в суперкомфорте это клубный дом когда действительно весь дом сдается с отделкой и это тоже другой образ жизни почему это три аспекта это во-первых тишина потому что соседи не делают ремонты это эстетика потому что строительными материалами не наносят ущерб местам общего пользования лифтам лестницам холмам и так далее и это безопасность потому что не шастают там всякие бригады никогда нет возможности организовать соседский контроль поэтому и в этом мы тоже предлагаем соответственно покупателю выбор поэтому видимо закончу свое выступление тем что полностью поддерживаю тезис который проговорил Антон максимальное разнообразие оно позволяет создать именно полноценную социальную среду которая не однобока а она соответственно и социально-культурное проявление окружающей среды это очень интересно наблюдать потому что если вы приедете в город набережный вы видите что по сути это как будто бы не несколько лет назад сданный жилой комплекс как будто люди там живут достаточно давно спасибо за внимание буду тоже готов ответить на вопросы это была такая впечатляющая панорама я бы сказал дольче-вита именно немножко ворвусь к дискуссию раньше разрешайте задавать вопросы мне стало просто интересно насколько эти районы вот эти города внутри города они открыты для того чтобы люди туда приезжали если у нас стоит проблема того что центр все время пронусиона ходит по одним другим маршрутам и вот есть такой полно питерский уголок насколько люди могут туда приезжать и приводить время ну во-первых спасибо за вопрос основной принцип наших городов для жизни у них нет никакого забора да там нет никакого забора поэтому любой желающий может туда приехать погулять воспользоваться услугами коммерческой инфраструктуры и как я уже говорил в том проекте миллионники который мы соответственно собираемся запустить осенью мы полагаем что вообще это будет центр притяжения в общем-то достаточно большого ареала потому что там будет беспрецедентный уровень коммерческой регуляционной и социальной инфраструктуры и мы очень сильно рассчитываем на то что он будет интересен для жителей прилегающих районов и это крайне важно и арендаторам потому что если вставите забор то их доходность падает а если соответственно вы рассчитываете на транзитный поток то конечно их доходность растет это устраняет особенности маятникового потока потому что многие работают в Москве и в общем-то от этого становится ко всем лучше спасибо да про забор это неожиданно прозвучало особенно город-курорт наш митин 2 мы тоже рассчитываем что он станет точкой притяжения и в жилых коммерческом расположенных на пятницком шоссе и красногорского района потому что оттуда выезд есть как на пятницкое шоссе и мы построим собственную дорогу с выездом на волоколамское шоссе и жители красногорска велком к нашему озеру к нашему курорту к лесу спасибо я бы хотел сначала вот пожалуй вопросы Марии задать меня довольно давно волновала такая история о том что скажем ну я сталкивался даже просто с подобным с подобными конкретными людьми представим себе бабушку у которой есть квартира на Арбате которая разумеется считает себя при этом очень бедным человеком которая которая получает пособие живет на пенсию и старается во всем экономить и при этом люди просто систематически не рассматривают квартиры как ну как бы какой-то такой инвестиционный объект и вообще говоря собственность вот как вам кажется за последние годы изменилась ли эта ситуация и поняли ли люди которые ну вот в прежние годы по крайней мере были почти долларовыми миллионерами зачастую что они на самом деле довольно богатые люди и что они могут как бы этим своим богатством распорядиться как-то иначе чем просто вот сидеть в нем и смотреть на то как там не знаю новые соседи появляются именно бабушки ну я просто видел вот характерно несколько несколько примеров того как конкретно люди пожилые женщины одинокие живущие или там с детьми живущие на Арбате как они себя рассматривали как бедных людей здесь есть на самом деле большая социальная проблема потому что в принципе такие города как Москва во всем мире это города куда молодые люди приезжают делать карьеры и в какой-то момент времени они могут их покинуть для того чтобы вести более спокойный образ жизни где-то еще но в Москве в России это осложнено тем что московские пенсии гораздо выше чем пенсии в регионах поэтому если человек выезжает из своей квартиры то он теряет не только как бы вот это свое ощущение что он живет в Москве но еще и социальные блага и пособия пенсии доступ к качественной медицине зачастую и так далее но тем не менее мне кажется это вот большая история когда все-таки у нас недвижимость рассматривается ли у нас недвижимость как инвестиционный объект стал ли это нормой вот Антон тоже хочет включиться в дискуссию начните на самом деле конечно рассматривается как инвестиция только я не знаю насчет бабушек мне кажется если у них были такие взгляды традиционные вряд ли они их сейчас могли поменять но вообще очень многие люди рассматривают недвижимость именно как инвестиции и многие покупают специально квартиры для того чтобы сдавать либо они зарабатывают деньги на том что они покупают новостройку потом перепродают вот еще у нас появилась такая история последние годы как апартаменты апарт-отели то есть это специально создающееся жилье для того чтобы его сдавать в аренду соответственно там уже есть и отделка и все полностью меблированные квартиры вот эти апартаменты которые покупают инвесторы для того чтобы их сдавать в аренду и в этих апарт-комплексах есть сервис как гостиницы то есть это жилье с гостиничным сервисом очень удобно для тех кто снимает поэтому инвестиции вот в такие проекты да это давно уже именно так и есть спасибо когда вот возникшая тема а не переехать ли бедной бабушке из арбатской квартиры раз она такая бедная куда-нибудь кстати отмечу уже речь идет не о том чтобы переехать на окраину Москвы а речь идет о том чтобы переехать за город заметьте прогресс за 10 лет так вот мой рефлекс был бы немедленно повторить все возмущенные сентенции на эту тему которые звучали потому что ну действительно это жестоко рассматривать вопрос то есть когда речь идет о том что я бедный нет нет вы не бедные продайте квартиру я просто для меня такая постановка вопроса просто была бы аморальной но я пожалуй что такие возражения действительно много звучали и собственно говоря это просто совершенно другая система координат и договориться между этими двумя позициями практически невозможно то есть я знаю людей которые действительно вот владельцев такой квартиры в центре которые на все предложения съехать отмечали родовые гнезда не продаются это ну другое дело что это такая история вишневый сад безусловно безусловно ну как бы но это настолько разные языки что обсуждать это мне кажется бесполезным но зато в принципе рассуждая бизнес языком можно мне кажется договориться о том что да конечно это актив но принимая решение о том расставаться ли с этим активом или продолжать его или продолжать как бы на нем сидеть стоит принять во внимание не только его стоимость стоимость его эксплуатации стоимость там но также и стоимость самого этого стоимость этого переезда не исключая при этом то есть то что переучивание вот это то есть смена района психологически она ведь тоже имеет стоимость ну как знаете обычно моральный ущерб не превышает 10 процентов от стоимости актива в судебной практике просто я имею это да вообще-то говоря ну не знаю как в судебной практике но вообще говоря моральный ущерб человек волен оценивать во столько во сколько он его оценивает потому что это моральный ущерб ему я думаю тут спорить мне кажется спасибо да 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 конечно вот кстати интересно есть ли у вас вот такой типичный клиент я хочу рассказать об одной предприимчивой бабушке ей соответственно 68 лет ну бабушка на пенсии она обладала она соответственно из семьи такого высокопоставленного военного вот у нее была очень хорошая квартира в центре в пределах бульварного кольца что сделала бабушка бабушка продала эту квартиру купила три квартиры она купила просторную достаточно однокомнатную квартиру у нас в Апалихе О-2 на природе купила две стандартных однокомнатных квартиры у метро в Москве что она делает летом она эти квартиры две сдает летом она живет у нас в Апалихе О-2 а зимой на накопленной сдаче квартиры деньги а еще у нее есть подруга которая соответственно там тоже сдает квартиру когда она уезжает они уезжают в Таиланд и живут в общем-то там в тепле в уюте и с совершенно небольшим ценником потому что там соответственно питание и проживание вообще очень дешевое поэтому вот пожалуйста пример человека который наступил на год собственной песни но тем не менее она не живет на пете она себя обеспечила прекрасную старость и в общем-то тот образ жизни который я считаю для пенсионера просто прекрасен и конечно если бы речь шла про американского пенсионера то здесь или про европейского здесь никаких сомнений бы не было это в общем нормальная стратегия это вот живой пример из нашей практики она вот у нас живет в Апале Хио-2 еще вопрос пожалуй Марии и Леонарду в зависимости ну наверное ваше мнение интересно здесь было бы услышать обоих вот есть то есть вот эта давняя уже история о том что ну там все понятие такой вот американской мечты было связано с тем что человек в какой-то момент времени покупает свой собственный дом у него есть там лужайка два автомобиля в семье дети учатся в университете но вот ключевой момент заключается в том что мы живем не в сити и не в зашумленном каком-то мегаполисе а мы живем ближе к природе в этих самых знаменитых американских пригородах и все это продолжалось наверное годов до 80-х пока не началась как говорят нам различного рода теоретики и социологи обратные тенденции когда люди по каким-то причинам не начали снова возвращаться в города в науке это известно понятие как реурбанизация и теперь мы имеем ситуацию когда снова вот эти вот перестроенные адаптированные по пешеходной прогулки огромное количество там кафе не знаю книжных магазинов любых форм досуга где вот человеку приятно провести время эти центры городов городов вновь по всему миру стали местом где именно привлекательно жить здесь интересно во-первых логика вот этой вот постройки какого-то альтернативного центра если так можно сказать то о чем вы Леонард рассказывали центр центр притяжения это место куда как бы если вы живете рядом то вам удобнее приятнее приехать туда чем пытаться пробиться в перенаселенный центр Москвы если вы например хотите там не знаю на выходных отдохнуть с семьей да но с другой стороны все-таки любопытно в каком в каком состоянии здесь находится Москва в частности потому что ну вот не знаю скажем моя недавняя поездка в Екатеринбург она то есть я там увидел огромное количество то есть просто гигантское количество коттеджей выстроенных вдоль всех магистралей которые идут в город то есть вот если ориентироваться на российские города миллионники то там люди всерьез поверили в американскую мечту и всерьез переехали те кто имел возможность в пригороды вот теперь возможно им придется через какой-то виток времени если они будут следовать за модой возвращаться назад но это вопрос несколько спорный все-таки вот у нас наши города кажется не очень готовы в среднем чтобы принять людей стремящихся к такой красивой жизни которую мы обсуждаем принять их обратно вот что вы думаете с точки зрения рынка и с точки зрения вашего проекта ну следует отметить что вообще если бы не работа то в городах вообще жизни можно было жить все время там действительно в крупных проектах там практически вся инфраструктура вас создается на курорте живи себе да и выбраться иногда чтобы там посетить театр какое-то культурное заведение не проблема при достаточно хорошей доступности всех проектов но вопрос работы поэтому несмотря на то что люди работают в Москве просто подчеркну 50% москвичей работая в Москве уехали за город у нас 50% покупателей москвичей что говорит о том что сейчас проживание в Москве позволяет создать несоизмеримо более высокий комфортный образ жизни чем в Москве особенно в центре где только точечная застройка но вы совершенно не повлияете на жителей ближайших домов кто там у вас будет во дворе и так далее там будет старый дом непредсказуемая публика и опять-таки случай с патриаршами это шум гам и прочие другие проблемы центр москвич сейчас действительно серьезно занят все как бы и по зеленению он страдает выхлопные газы очень сильные и вы знаете что в общем-то в центре и магазин продуктовый не всегда найдешь поэтому я вижу обратную тенденцию что люди даже из Москвы переезжают за город жертвы время на дорогу не понимают что будут не менее двух часов каждый находиться в дороге но выбирая соответственно комфортные условия проживания и по многим проектам сейчас я честно скажу знаю людей живущих в Бирюле вот из Апалихи О3 где рядом расположена электричка и вы через 20 минут можете оказаться уже там Тушинская Дмитровская и соответственно Ярославский ой Рижский вокзал Рижская а из Бирюлева сейчас чтобы доехать до метро Царицына утром в пробу человек может 40 минут стоять поэтому говорю вижу обратную тенденцию на нашей практике Я в принципе тоже согласна мне кажется многие люди себе покупают жилье за городом и вполне себе а центр это не лучшее место для жизни для спокойной в первую очередь из-за экологии Спасибо Я сейчас готов передать собственно микрофон в зал У меня еще последний вопрос Антону остался Не с точки зрения рекламы просто вот разите собственный пример привести Я сам приобрел квартиру в Апалихе как дачную квартиру Я живу около третьего транспортного кольца на автозавоз когда-то потрясающий транспорт и доступность и метро сейчас там еще строят соответственно это вот железнодорожное кольцо все прекрасно но рядом проспект Андропова выхлопные газы шум протираешь пыль на другой день она снова появляется даже кондиционеры очистители воздуха не спасают я живой пример который купил квартиру в Апалихе причем так как я в Москве активно занимаюсь спорт йога спорт и так далее я планирую выходные проводить в Москве но летом соответственно когда зимой ужасная погода тает грязь и так далее соль в Москве жить в Апалихе и на электричке ездить на работу потому что от соответственно Рижского вокзала до Третьяковска несколько остановок на метро я уже у работы вот я живой пример наверное реурганизация нам пока не грозит не в нашей жизни не в московской Антон я подметил знаете здесь есть некоторая забавная параллель между с чего мы начали дискуссию и вот в описании тех проектов которые нам представляют это такое своего рода как раз ну вы назвали это цивилизацией медвежьих углов конечно ваши проекты на медвежьи углы совершенно не похожи но похожи на какую-то попытку уехать куда-то где значит вот нас оставят в покое вот такая слободская немножко жизнь насколько насколько мы можем проводить аналогии эти исторические с современным опытом может быть вы это прокомментируете у меня еще собственно вопрос если можно Антон вот есть ли какие-то места в Москве где вот эти медвежьи углы сохранились как бы как бы вы как бы вы какую-то картографировали те места конечно эти места ну начну с медвежьих углов традиционных которые сохранились они есть между прочим и в самом центре например то есть до последнего времени например это были Кадаши Кадашевские переулки возле Большой Ордынки там сейчас активно идет реконструкция этого квартала но еще 10 лет назад там были совершеннейшие такие вот полутрущебные райончики вот есть например потрясающие медвежьи углы есть даже в переулках между Остоженкой и Причистенкой хотя казалось бы например в одном из переулков есть два одноэтажных домика один из которых знают как домик мастера это тот самый домик арбатского застройщика принадлежавший при Булгакове братьям Топлининовым сценическим художником которым Булгаков захаживал в гости и с этого ту домику он и написал домик мастера рядом с ним есть еще один не менее известный особнячок который с 15 года с 1915 года принадлежит одной и той же семье там снимался например фильм жестокий романс вот или например на той же самой Причистенке стоит зайти во двор дома кажется 30 если я не ошибаюсь это поливановская так называемая гимназия как можно увидеть совершенно чудесный старомосковский нигде больше не сохранившийся полуциркульный двор сформированный самим корпусом бывшей гимназии когда-то значит усадьбы и полукругом бывших каретных сараев и служебных таких помещений совершенно дивное место будете гулять просто вот всячески рекомендую вот это вот типичные медвежьи углы типичные медвежьи углы из самых старых дальше например в общем-то как правило медвежьи углы в Москве располагаются вдоль каких-то оживленных мест вдоль оживленных магистралей например но чуть-чуть отступя то есть вот в тени каких-то больших проектов например вот есть Ленинградский проспект огромный он всегда был огромный еще и до революции а рядом с параллельно ему идет например тихая и до сих пор еще достаточно тихая улица 8 марта которая потом переходит в верхнюю массовку а потом вливается в нижнюю массовку вот этот квартал в котором я жил когда-то он был он совершеннейший вот тоже такой медвежий угол там зеленые совершенно дворы там во дворах может находиться что угодно от мастерской известного советского скульптора манизера до голубятин гаражей чего угодно но если задать вопрос похоже ли это на те кварталы которые строятся сейчас прекрасные кварталы я скажу нет потому что медвежий угол то что я имею ввиду это это не централизованная принципиально не централизованная история вот Леонард поправьте меня если я не прав но мне кажется что вот когда вы описывали в частности торговую улицу так называемую это это кстати в каком пункте это в Митин-2 да понятно я правильно понимаю что там предусмотрена то есть эта улица для бизнеса в плане это торговля это сфера услуг вот соответственно то есть условно говоря мастерских например каких-нибудь а сейчас ведь это модно например обязательно мы как раз предполагаем что там будут мастерские и места коллективного творчества обязательно предполагаем для наиболее интересных ярких организаторов которые соответственно предъявляют очень интересно творческую концепту чтобы дегатировать ставку аренды для того чтобы обеспечить то что вы говорите это аутентичность этот интерес будуч дядя вася он в общем-то был ну да и в общем-то да ну к примеру я могу сказать что у нас в городе набережных организовал ресторан человек который сам работал в мишкеновском ресторане и получил и получил иметь собственный бизнес вот вот собственно говоря сейчас секунду Кирилл просто вот самые яркие медвежьи углы о которых можно говорить и они есть не только в Москве безусловно а в любом областном центре это так называемые большие гаражные массивы но не но вот опять-таки разница есть между то есть вот если сейчас строят современный гаражный комплекс конечно для своей прямой задачи то есть хранение автомобиля он безусловно лучше потому что он сух он занимает меньше площади на машиноместо и так далее но в нем и это важно отсутствуют недокументированные говоря программистским языком возможности то есть в старом гараже человек купил гараж у него есть 18 квадратных метров плюс возможность возможно вырыть там некий погреб и и все и никто это дальше не регламентирует на своих 18 метрах он может делать все что угодно отсюда так называемая гаражная экономика о которой в последнее время многие говорят вот вплоть до устройства там общаги установки станков и прочее но это это уже эксцесса конечно но тем не менее в современном комплексе все зарегламентировано и сделать так человек не может и в этом разница опять-таки я не могу к сожалению назвать имя он стартует у нас соответственно осенью этого года у нас как раз паркинг предполагается достаточно активное место общественной жизни почему потому что как я уже говорил в основном весь street retail это такой в общем-то компактный бизнес как раз там будут лавки у нас там будет потрясающее место это рынок рыночная площадь и как раз торговая улица у нас будет идти от рыночной площади к ратуше городской это будет потрясающе в общем-то и поэтому супермаркет автомастерская они все смещены в паркинг в многоуровный паркинг который как раз и будет место вот этой вот активности и мы там предполагаем места для каворкинга и в том числе места для мастерских и у нас там будет автомойка с автосервисом видите рядом можете снять какие-то квадратные метры и возиться со своим автомобилем сами вот там у нас будут расположены магазины крупногабаритные если соответственно это магазин скутеров велосипедов либо магазин соответственно строительной техники мы конечно их на торговую улицу не посадим они разрушат эту вот ауру вот этой вот такой купеческо-лавочной атмосферы вот но тем не менее достаточно активная жизнь в парке как у нас предполагается это самый большой супермаркет в шелом комплексе что и покурить за гаражами можно будет покурить наверняка это будет курить или комната какая-то специально оборудованная нет ну здесь здесь конечно довольно любопытно у нас столкновение я когда я я сопроводил параллель между то о чем вы говорите я имел ввиду что в обоих случаях здесь нету прямой роли государства конечно то есть вот как бы понимаете вот вы говорили про боярские сады и при всем анахронизме то есть невозможности привести прямой исторический параллель здесь мы видим в общем тоже некую попытку создать частные кварталы которые конечно спланированы но они спланированы совсем не тем как бы агентом который вот как вы говорите спускает благоустройство сверху постоянно мне только с одной стороны все так с другой стороны мне только кажется что государство с одной стороны и бизнес с другой стороны сейчас выступают как агенты скажем так современности а по другую сторону этого этого водораздела находится сопротивление в пользу традиции скажем так а традиционный подход как я уже говорю состоит все таки в том что вот это моя земля мой там мой там участок мой гараж это мои правила и отцепитесь все можно видимо история выбрала таки другой подход раз уж он по всему миру потихоньку выигрывает но то что я говорил я думаю что вот для тех как вы сказали которые еще хочет иметь все свое хаусы собственно встроены гаражом где можно будет погреб вырыть и хранить там где можно будет вырыть погреб существуют поселки давайте давайте все это будет давайте подключим на этом моменте оживления давайте попробуем задействовать нашу аудиторию пожалуйста вклинитесь в эту вот дискуссию у меня есть на самом деле еще всякие всякого рода вопросы я вот про джейн джейкобс очень хочу поговорить да ну пожалуйста да мы будем рады вас послушать знаете вот очень много интересно и красиво говорили о том как построить новое современное чистенькое ухоженное а что будем делать с тем что еще осталось то есть в общем-то это один из самых простых подходов к решению любой проблемы давайте мы сделаем вид что старого ничего не было построим новое и начнем с чистого листа но тем не менее кроме новых жилых комплексов в Москве опять же кроме хатриарших и того же берелева есть еще районов очень много более ста и в них всех живут люди я отмечу что здесь не совсем понятен непонятно кому именно вы задаете вопрос потому что здесь 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 тем не менее нету людей которые должны заниматься реконструкцией старых кварталов и вопросом о том что с ними делают но пожалуйста да вопрос совершенно понятен мы к сожалению пока в Москве не работаем хотя и постоянно ищем для себя подходящий земельный участок однако есть городская программа по реконструкции промышленных зон и говорят что в Москве нет места для стройки огромная территория Москвы соответственно отведена под реконструкцию промышленных зон вот например прекрасные примеры когда вот Зилард на территории Зива будет реализовывать проект жилищного строительства с насыщенной инфраструктурой соответственно огонь ранняя часть там уже реализована коммерческая коммерческий проект ИЛЕН достаточно успешный вот поэтому вот пожалуйста Тушна 2018 тоже соответственно предполагается реконструкция промышленной зоны строительства жилого комплекса с насыщенной спортивной инфраструктурой хорошей транспортной доступностью поэтому в общем-то что касается больших промышленных зон здесь проще когда их выводят там опять-таки появляется возможность комплексного освоения территорий вот а что соответственно касается точечной застройки то сейчас в моем понимании порядка гораздо больше и согласовать что-то очень-очень сильно выбивающиеся из ряда очень сложно как я вам скажу мы тоже не рисуем в чистом поле потому что есть градсовет администрации куда приходят в том числе граждане есть публичное слушание и утвердить проект планировки территории тоже достаточно сложно поэтому такого просто вольного провода даже на гринфьюде сейчас нет может частично ответил на вопрос ну мне кажется что вопрос конечно был не совсем про какие-то новые территории которые можно освоить и тем самым старые территории но промышленные то есть не жилые конечно у нас есть гигантское наследие советских жилых кварталов в первую очередь которые в общем совершенно не подходят для современной жизни и с ними что-то нужно делать но простите но если мы начинаем их реконструкцию то тем самым мы делаем их малодоступными для тех людей которые раньше там могли жить это такое слово которым всех пугали несколько лет назад под названием джентрификация да и по-моему очень любопытно здесь Мария да простите я сейчас вам передам слово просто заел немножко по-моему очень любопытно здесь посмотреть на город на опыт Берлина который с одной стороны сильно меньше по количеству населения чем Москвы но с другой стороны у него очень любопытное историческое наследие вот стена пресловутая да и много десятилетий фактически две части города были друг с другом никак не связаны и там происходят сейчас очень любопытные вещи с одной стороны действительно огромное количество реконструкций и изменений правил игры в городе с другой стороны довольно сильное такое общественное обсуждение о том что далеко не все довольны тем что в этом прекрасном новом светлом будущем происходит то есть если вы построите прекрасные прекрасные жилые кварталы где могут жить богатые то в общем вы не решите проблем для всех остальных граждан вашего города а у нас вот не знаю сколько у нас богатых в городе в процентном отношении я хотел сделать предложение провести отдельную секцию по международному опыту потому что у меня и прообедление многое чистотуба вот поэтому предлагаю в музее Москвы провести отдельную сессию на примере лучших мировых практик где соответственно я с огромным удовольствием поделюсь информацией как вот решаются построительные проблемы соответственно в других городах Мария простите мы вас перебили да скажите нам пожалуйста прокомментируйте вот эту историю просто если вопрос касался именно старых каких-то районов их же пытаются поддерживать в надлежащем состоянии делают ремонт тот же самый капремонт который тут ввели это же все направлено на это как правильно сказал Леонард какие-то старые места московские их никто не уничтожает и все остается в прежнем виде и любой проект новый его обязательно нужно согласовывать со всеми там с МОЗ архитектуры и так далее спасибо да давайте давайте дальше двинемся пожалуйста у меня вопрос к Леонарду вот вы рассказывали про новые проекты типа Митина 2 и у меня такой вопрос если вот какие-то богатые люди которые в курсе новых трендов решили заплатить большие деньги за то чтобы жить в Митина 2 платить большие деньги за сервисы все возможности и вот вы например строите возле водоема пляж вот и эти богатые люди они отдыхают там и вы говорите что этот комплекс отрыг для всех и тут простые красногорские парни приезжают и не может быть такого конфликта как Бирюлева и Патриарши только напрямительно 2 и Красногорск вопрос очень хороший правда спасибо смотрите наличие курорта предполагает наличие определенных платных сервисов безусловно что вся природная территория она доступна для всех она бесплатна естественно однако что касается допустим каких-то спа-услуг какого-то общественного питания мы предполагаем построить рядом с озером достаточно приличный и в общем-то скажу недешевый ресторан то в общем-то это как раз и будут места для более обеспеченной публики хотя скажу опять-таки что в Митинно 2 у нас будут как квартиры как нью-бизнес и редкие форматы так у нас есть и классические квартиры поэтому в общем-то насыщенность инфраструктуры она действительно позволит той более богатой аудитории если она хочет сегрегироваться сегрегироваться и получить соответственно свои услуги вот в спа общественное питание и пока вопрос купания он обсуждается но тем не менее в летний период мы предполагали что скорее всего и оборудованный лежаками и баром пляж будет платным тоже именно часть пляжа она будет платной да с другой стороны траве пожалуйста кто хочет может отдыхать но будет соответственно определенный анклав который будет обслуживать в общем-то более состоятельной аудитории ну то есть мировая вот наука она как бы уже ответила понимаете есть вот такие мягкие формы сегрегации не то чтобы колючая проволока значит вот аспа и другие да софт софт пауэр да я бы так назвал пожалуйста еще вопросы да конечно нет я думаю что если мы записываем на видео а мы записываем то лучше с микрофоном здравствуйте у меня вопрос по поводу строительства домов с ремонтами я сам купал квартиру с ремонтом да и следующая квартира на стройке тоже если буду покупать то буду покупать тоже с ремонтом ее да и вообще считаю что это такой тренд который ну это удобно удобно и дешевле да первыми вопрос по поводу планирует ли оба групп строить квартиры еще и с отделкой с отделкой извиняюсь с мировкой вы хотите все перспективные проекты соответственно выведать мы планируем в перспективе также приобщиться к рынку достаточно компактных квартир но наша позиция такова компактная квартира если человеку не показать как там правильно жить она очень сильно девальвирует особенно в наших городах для жизни поэтому пуп компактных студий которые мы предполагаем в том числе в нашем новом проекте они будут предполагать соответственно обязательно отделку отделку специально разработанную для компактной квартиры душевая кабинет душевая кабина вместо ванны и так далее и обязательно варианты меблировки которые будут соответственно поставляться через наших партнеров мы сами не будем заниматься производством мебельным однако для того чтобы к примеру комфортно жить в студии человеку 22 квадратных метров это настолько будет тщательно продуманный продукт чтобы соответственно действительно он позволил сохранить эргономику жизненного пространства ну и кроме того мы предусматриваем сервис коллективных закупок у нас есть программа лояльности которая позволит соответственно приобрести у мебельных компаний продукцию с определенными скидками просто в мебели и в текстиле мы хотим позволить человеку более самовыразиться поэтому если у нас есть 5 вариантов отделки то 10 вариантов мебелировки мы сами делать не хотим потому что экономики здесь нет но партнеры которые дадут людям скидки на это будут у нас а что касается вот малогабаритных квартир мы предложим свои решения спасибо да у нас наверное время как раз на последний вопрос остался задайте его Леонард Ильич означает ли вот ваш последний ответ что вы вообще задумываетесь об арендном жилье мы об арендном жилье не задумываемся скажу честно экономику считали не работает особенно если учесть имеющиеся там вакансии которые соответственно появляются необходимость ремонта после въезда жильцов делали экономическую модель для жилого фонда она не работает но как вот Мария правильно сказала это интересный апартамент когда специально создается это уже не квартиры то есть там нет норм по инсоляции и так далее по социальной инфраструктуре нет никаких нагрузок создается апартамент где другая себестоимость метра она существенно ниже получается из-за того что нет социальной нагрузки надо строить паркинги поликлиники садики и так далее она с отделкой есть управляющая с меблировкой есть управляющая компания профессиональная которая там мкетеринг и суши вам принесет в номер и так далее с прекрасной IT инфраструктурой вот эти проекты действительно специально заточены под арендное жилье и они имеют достаточно хорошее будущее а вот аренда в жилых комплексах я считаю не особо перспективна спасибо да ну тут тут напрашивался трехчасовой разговор сначала про Джейн Джейкобс потом двухчасовой про Берлин но вот мне что-то подсказывает что немножко немножко не можем себе позволить сделать этот в этот раз это была дискуссия музея Москвы и Urban Group мы на следующей неделе говорим про свободное время в Москве и о том как люди проводят время в столице сегодня спасибо приходите на следующей неделе ну мировые практики вот я с удовольствием повторюсь что и организовываете придет я думаю будет очень интересно вот правда а Мария Антона обязательно пригласить потом на открытие нашего проекта потому что я считаю что наш город будет неким событием и вот человек который так серьезно занимается историей фольклора думаю будет очень интересно поучаствовать в этом мероприятии ну и всех естественно мы тоже соответственно приглашаем если кто-то заинтересован конкретно можно ставить свои координаты Марии и когда у нас это событие будет происходить мы вас обязательно пригласим спасибо 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 Продолжение следует...